Полно вам, люди, Себя сквернять Недозволенной пищей, Овидий. Сейчас повсеместно говорят о том, как приготовить нечто вкусное, необычное, экзотическое. Совершенно игнорирую о том, а полезно ли это будет для нашего с вами здоровья. Главное – вкусно поесть. Мы с вами будем говорить о том, как приготовить вкусное, а главное – целебное блюдо, съем которое, мы не только получим вкусовые ощущения, но также увеличим жизненный потенциал организма, укрепим свое здоровье и даже исцелимся от некоторых заболеваний. В эфире программа «Целебная кулинария» и ее ведущий Геннадий Малахов. У нас сегодня в гостях специалист по питанию китайскому питанию, по питанию непростому китайскому, а по пяти первоэлементам Наталья Ивина. И вот она как раз расскажет и покажет блюдо, с помощью которого можно укреплять желудок, селезенку и поджелудочную железу, которые у многих страдают. Итак, обратимся, что это такое за это питание вообще? Как вы к нему пришли? Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сама лично я пришла к этому питанию пять лет назад. Впервые обратившись к такому специалисту, у меня были ряд проблем со здоровьем. Одна из основных – сильная усталость, недостаток энергии, апатия. И через некоторое время, буквально через 3-4 недели, после того, как я изменила питание, а именно исключила ряд определенных продуктов из рациона, а ряд продуктов определенных я добавила, после этого я где-то через 3-4 недели почувствовала результат. И спустя год… А как результат? В чем он начал выражаться? Ну, я стала себя лучше чувствовать. Увидела прилив энергии, появился румянец на щеках. Захотелось действовать, быть более активной. Прошли боли в ногах, которые на тот момент у меня были такими сильными, и я не знала, как от них избавиться. В общем, довольно-таки быстро я почувствовала изменения. А вот что за питание раньше было? Вот боли в ногах, я думаю, в основном у меня возникает и человек белковой пищи, если чрезмерно многое переедает, там, допустим, творога, мясо, что типа как подагра, не подагра. Что там у вас было? Ну, в данном случае, в том случае у меня были отеки. Отеки с китайской, с точки зрения китайской медицины связаны с проблемами с селезенкой. Это очень слабая селезенка. И мое питание как раз было таким, что оно и очень сильно ослабляло в тот момент. Это в основном был творог, кисломолочные продукты, бананы, очень много сладостей, печенья, конфеты каждый день. Я не могла жить без булочек, пирожных и так далее. То есть в основном у меня было такое питание и огромное количество черного чая. И я не готовила, честно вам скажу, ничего, ни круп, ни супов. В основном это я работала в офисе, и все, что я ела, и плюс еще много кислой капусты. Скажем, вот в основном это была моя диета, потому что я считала, что она очень полезна для здоровья. Что тут много сырой пищи, я от нее не поправлюсь, но такая еда поспособствовала тому, что селезенка ослабла. И в связи с этим вот эти все симптомы усталость, чувство, оно все уникло. Вот смотрите, вот как раз мы подходим к интересным таким вот вещам. Вот сначала у Наташи все было нормально, да, вот, и она решила, ага, надо изменить питание вот так вот, вот так вот где-то там прочитала, от кого-то там узнала и начала действовать. И в основном по литературным источникам получается, что вот это так влияет, это там сбросится вес, это то, это все и пятое-десятое, да. Но когда мы вот, знаете, чрезмерно или постоянно что-то начинаем применять, то это начинает нашу энергетику, нашу физиологию потихонечку сдвигать. И вроде бы сначала ничего, вы так чувствовали, да, да, и все хорошо. А потом вот этот сдвиг, знаете, как говорится, перегиб палочки случился, и Наташа не поняла, а откуда вроде бы я питаюсь, правильно, ну, с учетом там журналов или еще каких-то знаний. А получается какой-то обратный результат. Вот, и что вам диетолог этот сказал, китайский? И мне рекомендовали убрать из рациона в первую очередь все эти продукты, то есть то, что я перечислила. Давайте еще раз перечистим. Все продукты из белой муки. Из белой муки. А именно пирожные, булочки, белый хлеб, печенье и так далее, лапшу. Затем все продукты, содержащие белый сахар. А черный чай? И черный чай, в том числе. Потому что он дубит наши сосуды. А черный чай, как потом я уже узнала, черный чай оказывает не столь положительное влияние на наш организм, так как он относится к элементу огня, а огонь, как известно, сушит, обладает такими свойствами, да, он сушит, высушивает воздух и так далее. И черный чай из-за этого сушит нашу кровь. То есть у нас есть такой термин, сушит кровь и выводит железо из организма. Поэтому черный чай нельзя, но в больших количествах. То есть я еще допомню, что Наташа сказала. Смотрите, сушит кровь. Что такое сушит кровь? Он ее згущает. А как только идет згущение крови, значит что у нас от ног кровь не идет нормально, застой. Поэтому могут возникать боли, да. И далее идет вот это вот как раз железодефицитная вот эта вот анемия, да. То есть от этого и упадок сил, нехватка. Вот она. И что он порекомендовал? Мне рекомендовали есть много круп. Пшено, кукурузу, перловку, бурый рис. И что сейчас мы с вами будем готовить? А сегодня мы будем готовить с вами кукурузную кашу. Для чего? Для того, чтобы сбалансировать наши главные пищеварительные органы, а именно желудок и селезенку. Селезенку и поджелудочную железу. И поджелудочную железу, да. И поджелудочную железу. Это относится к первому элементу? Земли. Земля. Земля у нас расположена в центре. И что мы делаем? Вот я вижу, у нас начало кипеть. И начинаем мы приготовление с того, что в горячую, кипящую воду мы положим порезанные на кусочки курагу, изюм и чернослив. Давайте. Я пока порежу. Что там дальше надо еще делать? А затем мы добавим туда промытую кукурузную крупу. Хорошо. Я пока режу. А вы что там, промоете или как? Или она уже промыта у нас? Да, она уже промыта. Она уже промыта. Хорошо. Ну, тогда давайте немножечко берите, и мы с вами вдвоем быстренько порежем. Хорошо. Наташа, а вот пропорции нашего этого супика каковы? Ну, примерно 2 стакана воды на стакан крупы. И количество, ну, примерно вот горстку, горстку изюма, кураги. Может быть, чуть больше. Но это, знаете, на вкус. То же самое с количеством воды. Хорошо. А еще мы отдельно будем готовить к этому же блюду яблоки и груши. Нам нужно будет взять хорошие спелые и сладкие яблоки и груши, очистить их от кожуры, порезать на дольки и приготовить в отдельной кастрюльке в небольшом количестве воды. Давайте я от кожуры очищу. Смотрите, я уже порезал вам все, да? Дальше вы действуете и рассказываете, что к чему и зачем. А я буду очищать от кожуры. Хорошо, давайте тогда я сейчас курагу положу в кастрюльку. Интересное приспособление. Так. И изюм тоже. Ах, как грушей запахло. Самое интересное, что вот восточная и китайская диетология, она подходит совершенно с иных позиций. Она пытается уравновесить энергетику тех или иных органов или в организме, которые ее недополучают. Либо разбалансировано и действуют вот в рамках, значит, пяти первоэлементов. Кстати, каждый первый элемент, он там несет еще свой вкус. Да, это так, действительно. Элемент земли, с которым мы сейчас сработаем, элемент земли, кукурузная каша относится к элементу земли, это сладкий вкус. Сладкий вкус, он обладает расслабляющим действием на наше тело. То есть, если мы хотим, если мы чувствуем сильное напряжение, волнение, то если мы поедим продуктов, которые относятся к этому элементу, то мы быстро почувствуем себя более спокойными и расслабленными. Но при этом все должно быть, я думаю, натуральное, потому что все, что искусственно, оно будет действовать как-то несколько по-иному. Да, конечно, вы абсолютно правы. Например, если к тому же элементу земли относится белый сахар. Соответственно, если мы поедим белого сахара, в момент, когда мы чувствуем волнение, то оно уменьшится, но на короткое время, а затем возникнет снова. Но если мы будем есть продукты полноценные, например, как фрукты, каши, например, пшено, кукуруза, такие овощи, как шампиньоны, цукини, кабачки, баклажаны, картофель, морковь, то такие продукты, они действительно напитают нас сладким вкусом, дадут нам необходимую энергию и успокоят нас. Кстати, вот такая каша, которую сегодня мы готовим, она полезна для людей, у которых наблюдается сильная тяга к сладкому, которые жить не могут без сладостей, без шоколадки, конфетки. Это очень-очень хорошо, потому что действительно многие только переедают, они не знают, чем их как бы заменить и сделать свое питание более полезным. Поэтому вот для тех сладкоежек, которые от неправильной сладости полнеют и, более того, приближаются к сахарному диабету второго типа, эта каша будет спасением. Отчистил я. Спасибо. И почему у людей возникает эта тяга к сладкому? То есть у этого есть специальные причины. Дело в том, что вот сладким вкусом, натуральным сладким вкусом питаются наши главные органы, это селезенка и желудок. И когда нам, когда энергетику этих органов нужно подпитать, нам хочется сладкого. Но мы интерпретируем этот сигнал по-своему, в силу наших привычек, воспитания и так далее. Мы начинаем есть шоколад, печенье, конфеты и другие сладости. А на самом деле нам нужен просто натуральный сладкий вкус вот этих вот продуктов, сладких и правильно приготовленных. То есть иногда бывает так, что мы отучены от натурального сладкого вкуса и не знаем тех продуктов, какие они должны быть на самом деле. И вот как раз Наташа нас и поучит этому. О, уже там кипит хорошенько. Ну что, у нас это готово? Да, сейчас мы с вами помешаем крупу, потому что она уже варится вместе с сухофруктами, с изюмом и с курагой. Можно слегка помешивать в процессе готовки. Чтобы не подгорело нигде, да? Да, чтобы не подгорело. Но в целом она варится минут 10-15. Кстати, в кукурузной крупе имеется золото, микроэлемент, который там же нам необходим. Потом она желтенькая, да? Это говорит о том, что каротинчик. Если так брать уже европейскую там диетологию, ну вот с этих позиций. Ну и естественно, все будет работать нормальненько, да? Желудок, кишечник. А вот это как мы будем готовить? Что мы будем делать? Вот эти фрукты мы с вами будем готовить в отдельной кастрюльке в небольшом количестве воды. Нам нужно будет сейчас взять кастрюльку, налить в нее воды, разогреть и добавить туда эти фрукты. Сколько? Буквально может быть, ну 2 сантиметра. А зачем их сделать вареными? Считается, что сырое более полезное. Вот и здесь как раз это связано с тем, что, например, у азиатов нет культуры потребления салатов. И сырая пища, в частности в китайской медицине, считается тяжелой для усвоения. Вызывает газообразование, если привычки. Да, особенно если опять-таки ослаблена селезенка. Если наш орган, который извлекает энергию из пищи, ослаблен, то мы не можем полноценно усваивать сырую пищу. И сырая пища может ее также охладить. Вот, вот хотел я как раз этот вопрос задать, а вы уже на него ответили. Дело в том, что сырая пища, особенно когда она принимается не по сезону года, допустим, зима холодна, и естественно, чтобы согреться, что-то хочется горяченько съесть. А мы будем съедать яблочко, которое вырастает, допустим, в августе и борется против жары, высушивающей жары, тем, что она охлаждает себя и напитанной водой. То есть и когда мы эти продукты будем использовать внесть не по сезону года, тем самым мы еще более привнесем в холодную зиму холод внутрь нашего организма, и у нас получится, что органы пищеварения, которые по сути, значит, являются огненными, вот теплыми, они потеряют свои пищеварительные способности и перестанут работать должным образом и вырабатывают энергию. Хорошо, смотрите, что там у нас получается. Каша у нас готовится, с ней все в порядке. Пускай, да? Да, пускай готовится. А мы пока поставим на огонь горячую воду для того, чтобы она разогрелась. Давайте. А вот интересный вопрос, Наташа, а как понять, в каком состоянии у них селезенка и вообще органы пищеварения, главные органы пищеварения, желудок, поджелудочная, с точки зрения восточной медицины, китайской, и так, чтобы как-то понятно это было? Конечно, каждого человека нужно смотреть индивидуально, но существует ряд общих симптомов, которые могут быть оценены каждым из нас. Во-первых, это чувство такой усталости, вялости. Мы чувствуем себя как блин, не хочется двигаться, тело кажется тяжелым, нам не хочется проявлять активность. Бледные губы, бледное лицо, пища трудно переваривается, чувствуется вздутие после еды, даже если мы едим не сырую пищу. И нет свежести по утрам, мы не высыпаемся, даже если спим 8 часов. Это одни из основных симптомов недостатка энергии в селезенке. И значит, если мы сейчас все это будем использовать, то у нас будем вставать как огурчики, все будет перевариваться намного лучше. Да, и вот блюдо, которое мы сейчас готовим, оно как раз балансировано. Кукурузная крупа дает энергию селезенке и желудку, она их балансирует, приводит в состояние гармонии. Сухофрукты, которые мы варим вместе с кукурузной кашей, дают нам тепло и энергию нашему телу. А вот приготовленные в небольшом количестве воды 3-4 минуты сладкие яблоки и груши, они дадут нам соки и кровь. И также сбалансируют нас и будут лучше перевариваться, потому что они не сырые. Приготовленные фрукты и овощи пусть 3 минуты, но они лучше усваиваются. И смысл не в том даже, чтобы пища, ну просто сырая пища, она усваивается дольше организму. Организм тратит на это больше энергии. Ну тут всякая есть трактовка, потому что мы вот как раз Берхер Беннера разбирали, он говорит, там больше сырое. Ну ладно, я так понимаю, что просто-напросто щадящая термическая обработка, именно щадящая 3 минуты, она не столько там что-то там разрушит витамины, минеральные вещества, она просто привнесет энергию тепла, которая нужна для нашего пищеварения. Да, абсолютно правильно. Как, не пришло ли время у нас еще там? Вода сейчас скоро закипит уже, я думаю через минутку одну. А кашу там стоит помешать? Да, кашу стоит помешать. Вот, чтобы не подгорело. А вы сами были в Китае? К сожалению, пока нет. А вот как это, будем говорить, вот в нашей стране, она нормальная, ложится вот эта вся теория, философия китайская и практика? Ну практика уже поняла, она вам помогла, значит она работает. Вы знаете, эта система действительно работает и может работать у нас в России и практически в любой стране. Дело в том, что система очень гибкая. И, например, при диагностике наших клиентов, при диагностике человека мы учитываем очень много факторов. Климат, в котором мы живем, профессию, чем человек занимается, работает он по 8 часов в офисе или он много путешествует, у него много командировок. Также мы смотрим, в семье человек живет или нет, то есть учитываем очень много разных факторов. И рекомендации, которые мы можем дать этому человеку, они как раз будут полезны именно для него, с учетом его индивидуальных особенностей. То есть и климата, где он живет, и обстановки, в которой он находится. Поэтому можно сказать, что эта система, она действительно работает и в России тоже. И есть ряд продуктов, которые, и ряд блюд, которые могут помочь, например, людям, живущим в суровом сибирском климате. И ряд продуктов, которые, и блюд, которые могут помочь людям, живущих, например, в Краснодаре, в более теплых климатических зонах. Спасибо. Там у нас уже закипело. Да, вода закипела, и мы сейчас в эту воду кладем порезанные кусочками груши и яблоки. А почему именно груши и яблоки? А можно там что-то другое? Или это обязательно груши и яблоки? Можно и другие фрукты. Можно виноград. Красный или белый, любой виноград. Можно положить вообще любые фрукты, которые вы любите на самом деле. В данном случае у нас груши и яблоки, потому что, опять-таки, это элемент земли. Фрукты со сладким вкусом. И у нас получается такое блюдо, полностью состоящее с элементами земли. Из теплых элементов, нейтральных и освежающих. Теплые-то у нас сухофрукты, нейтральная кукурузная крупа и освежающие яблоки и груши. То есть мы полностью даем все, что необходимо для нашей селезенки и желудка. То есть мы укрепляем середину, наш центр. Скажите, пожалуйста, Наташа, а вот это блюдо, оно как? Его можно в теплом виде принимать или там в холодном, или оно там постоит. И вот как его лучше принимать, чтобы оно дало максимальную пользу? Утром на завтрак в теплом виде. Или на ужин, например. Но в теплом виде? В теплом. Потому что холодная кукурузная группа, может быть, не так вкусна, можно разогреть. Но не в микроволновке, пожалуйста. А почему не в микроволновке? Потому что если мы едим еду из микроволновки и замороженную пищу, то энергии жизненной силы, ци, которая в ней содержится, мы не получаем. К сожалению, такие способы приготовления еды, они полностью разрушают ци. И мы едим просто набор микроэлементов, но жизненной энергии там нет. То есть ци – это жизненная энергия, которая дает энергию или жизнь всем нашим органам, всем нашим клеточкам, чтобы они нормально работали. Мало будет ци, значит, мы вялые, клеточки вялые. Ну, а шлаха? А что у нас с кашей? Наша каша уже готова. И яблоки готовы тоже. Три минуты прошло, поэтому мы можем их смело снимать с плиты. И теперь как мы будем их соединять? Мы сначала кладем на тарелку кашу. Тепленькую кашу. И я думаю, что понравится она детям особенно, потому что она такая цветная, красивая. И рядышком мы кладем приготовленные кусочки груши и яблок. И можно сверху посыпать корицей немножко. Корицей? Ну, это... А почему именно корицей? Ну, корица – это элемент металла, и оно придаст этому блюду немного энергии. А где у нас корица была? А вот корица. Давайте сейчас как раз мы сделаем. А это же специя. Да. Специя, она, как правило, огонь содержит. Ну, вот с точки зрения китайской медицины – это элемент металла. Он движет энергию, поэтому чудесно пахнет. Поэтому немножечко и для красоты, и для большего баланса можно добавить чуть-чуть корица. Китайская диетология, она подходит совершенно с иных позиций. Не с позиций того, что микроэлементы есть, колораж есть, или еще там витамины есть. А с позиции того, как она будет двигаться, как она будет отдавать энергию, пища, да, как она или из чего будут вырабатываться субстанции, там, кровь, там, допустим, там, другие жидкости. Вот. То есть совершенно иной подход, и тем не менее, знаете, он работает. Вот существует физика, существует механика, существует химия. Все это, как бы, отдельные науки, которые объясняют наш мир. И так точно различные кулинарии, которые имеются в мире, по-различному действуют, неся здоровье нам. Поэтому мы будем использовать. Итак, используйте это блюдо, а мы его опробуем. Дайте, пожалуйста, мне вилочку. Начну с кашки. С сухофруктами очень-очень даже хорошо. Да, каша получается сладкой. И такое любят дети. И яблочкам. Кстати, вареные печеные яблочки, они еще там, пектины как-то там у них вырабатываются. Образуются, да, печеных? Да. Я с удовольствием. Чего и вам желаю. Всего доброго и здоровья вам. Все программы на ТВ рассказывают о вкусной и бесполезной, а то и вредной для здоровья кулинарии. Только наша программа рассказывает о полезных свойствах продуктов и целебной кухни. Пишите нам, присылайте свои рецепты, рассказывайте о том, как они вам помогли исцелиться. И помните заповедь древних врачевателей. Пусть лекарством будет пища, а пища лекарством. С вами была Целебная Кулинария. До новых встреч.